О главных событиях к этому часу. Саперы МЧС ДНР обнаружили неразорвавшийся снаряд на Саур-Могиле. Донецкий аквапарк успешно прошел тестирование оборудования и продолжить свою работу. В Донецке состоялся конно-спортивный турнир. Саперы МЧС ДНР обнаружили неразорвавшийся снаряд на территории мемориального комплекса Саур-Могила накануне торжеств в честь Дня освобождения Донбасса. 6 сентября было обследовано 30 гектаров территории. Обнаружен и вывезен артиллерийский снаряд 125 мм в количестве одной единицы, а также 23 единицы патронов в 5,45 мм. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям. Донецкий аквапарк успешно прошел тестирование всего комплекса оборудования и сможет продолжить работу. Стоимость билета не изменится – 260 рублей для взрослого и 140 рублей для ребенка. Аквапарк «Аквасфера» был открыт в декабре 2012 года. Развлекательный комплекс находится в парке имени Щербакова. В целях безопасности посетителей в связи с военными действиями в ДНР руководство аквапарка приняло решение о его закрытии 2 июля минувшего года. Но чуть более недели назад, 29 августа, он возобновил свою работу. Любое соревнование является важным событием для лошади и ее владельца. Ежедневные тренировки, специальный режим питания, постоянный труд и, наконец, наступление заветного дня. Каждый участник достоин внимания и уважения. Ведь это именно тот вид спорта, когда два сердца должны стучать в унисон, когда и наездник, и скакун работают для достижения единой цели – победы. Вы первый раз участвуете в таких соревнованиях или уже были? Нет, у меня большой опыт соревнований, занимаюсь 6 лет и много раз участвовала. А что важно для участника таких состязаний? Для участника важно, чтобы всадник и лошадь были единым целым, чтобы они понимали друг друга буквально с единого маленького жеста, с единого маленького требования, чтобы все было слажено. Слаженная работа важна. Как вы находите взаимопонимание с лошадью? Это все происходит в процессе работы. Нужно каждый день нарабатывать навыки, каждый день находить общий язык. Это все каждый день, на каждую тренировку это все происходит. То есть нельзя так просто сесть на лошадь, чтобы все сразу вышло, полностью понять все нюансы. Тихо. Много времени уходит на занятия? Да, я занимаюсь каждый день, кроме понедельника. Тренировка в среднем длится около часа, иногда больше, в зависимости от того, как получается. Турнир в Донецкой Народной Республике проводится впервые, а стало это возможным при поддержке представителей власти нашей республики. Министерство иностранных дел, Министерство сельского хозяйства, депутата Народного совета Сергея Рубина и Благотворительного фонда защиты лошадей. Донецк всегда славился конным спортом. Если вспомнить недалекое наше прошлое, это 2013 год, то к нам приезжали, можно сказать, топ-10 спортсменов этого вида, которые выступали на Донецких полях. Это первые соревнования в Донецкой Народной Республике. Какое вы видите будущее? Будут ли дальше они проводиться у нас? Я думаю, обязательно будут. У нас для этого есть и люди, и средства, и силы. И самое главное, есть желание, есть огромный потенциал. Так как был развит конный спорт в Донецке, он не был развит нигде на Украине. Мы первые как в балете, так и в конном спорте. Открытый конно-спортивный турнир Донецкой Народной Республики посвящен памяти выдающегося человека, тренера Волынского Станислава Михайловича. Он более 50 лет проработал на конно-спортивной базе «Локомотив». Воспитал более 10 мастеров конного спорта и двух мастеров спорта международного класса. Привил любовь к прекрасным животным, тысячам детей и взрослых, чем и заслужил добрую память. Стас Михайлович Волынский для нас уважаемый человек. Был, есть и останется. Вы лично с ним были знакомы? Да, я с ним знаком. Познакомились мы в самое трудное время. Когда СССР развалился, были проблемы с кормлением, с уходом, с тренингом с 91-го года. Вот за это время мы плечо к плечу занимались поднятием конного спорта, тренировали лошадей, детей, выступали, ездили. В общем, человек был настолько легкий на подъем, что если человек помнит, чтут, значит, он сделал что-то в жизни хорошее, а он сделал достаточно много хорошего. Конкур – самая динамичная и зрелищная дисциплина конного спорта, входит в программу летних олимпийских игр. Турнир по конкуру – это соревнования, в которых пара спортсмен-лошадь проверяется при различных условиях на маршруте, проходящем через препятствия. В этом испытании от спортсмена требуется продемонстрировать свободу и энергию лошади, ее навыки и повиновения. В этом турнире за победу боролись спортсмены из конно-спортивных клубов «Локомотив», «Тетерсаль» и «Шанс». Участие в конкурсе предусматривает определенную форму одежды для всядников – шлем, редингот, бриджи и сапоги. Перед началом соревнований участники проходят поле пешком и осматривают маршрут. Спортсмены обращают внимание на расположение препятствий, на расстояние между ними и на повороты, во время которых лошадь может выйти за пределы конкуртного поля. А самое эффектное зрелище – соревнование на мощность прыжка. Победители определились, а состязания продемонстрировали высокое мастерство всадников в искусстве управления скакунами. Вы победили в этих соревнованиях. Ваши ощущения, впечатления? Ощущения очень впечатляют меня. До сих пор у меня нет речи, потому что мне до сих пор просто трусит. Высота была очень высокая, была действительно очень страшная. Лошадь эта прыгала первый раз. Огромное ей спасибо, что она меня поддержала, не подставила такую сложную минуту. Конный спорт можно смело отнести к наиболее сложным с точки зрения подготовки, видам спорта, но и, как следствие, весьма дорогим. Между тем, он жив и начинает развиваться, но уже в новой стадии. Кристина Крымова, Марина Еремченко, Вячеслав Богайчук, Новороссия ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok